МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По традиции блины пекут ежедневно до 6 марта. После у православных начинается Великий пост, который завершится в воскресенье 24 апреля. Именно на этот день в этом году выпадает Пасха. Масленица – довольно древний праздник, связанный с весенним равноденствием. Славяне прощаются с зимой и встречают весну. Поэтому блины символизируют солнце, а сжигание чучела масленицы – это ритуальное прощание с морозами и холодом. Масленичный понедельник назывался «Встреча». В этот день уже вовсю пекут блины, а также сооружают чучело масленицы, которое будет сожжено в прощенное воскресенье. Вторник, он же заигрыш. С этого дня начинались развлечения, игры и забавы. Со среды, которая носит название «Лакомка», стартуют обильные блинные застолья. Масленичный четверг, он же «Разгуляй» – это начало массовых гуляний, которые называют «Широкая масленица». На Руси с этого дня и до окончания прощенного воскресенья работать было не принято. Все время посвящали развлечениям и застолью. Пятница и суббота – время семейных посиделок с блинами. В пятницу было принято ходить к теще на блины, а в субботу своими кулинарными подвигами старались прославиться молодые хозяйки, которые созывали гостей на заловкиной посиделке. Последний день масленицы – прощенное воскресенье – в народе называли «целовальник», поскольку просить друг у друга прощения было принято с троекратным целованием. Зарплату не получают, но на дежурство выходят несколько раз в неделю. В Бийской народной дружине сейчас 25 человек. На рейды они выходят совместно с полицейскими. При этом часто им удается не только пресечь право нарушения, но и задержать преступников на улицах Наукограда. В этом году лучшим дружинником признана 20-летняя хрупкая девушка Вероника Чеплиёва. О том, как попасть в народную дружину и что делают на дежурствах, узнаете из нашего следующего сюжета. Ей всего 20, а Бийчанку уже признали лучшей народной дружинницей города. В край она пока вторая. Вероника Чеплиёва несколько раз в неделю после работы отправляется на дежурство по городским улицам и местам массового пребывания людей. Всё это было примерно полтора года назад. Мы сидели в колледже. У нас был урок, точнее пара ОБЖ. И нам преподаватель начал рассказывать, что есть народная дружина города Бийска и идёт сейчас набор народной дружины. Рассказала, как всё там проходит, что туда надо. Я долго не думала, решила, прошла все комиссии, собрала все справки и сдала все документы. В рейды по городу они ходят с сотрудниками полиции. При этом даже вводные задачи получают вместе. Сегодня некоторые посты заступают совместно с представителями народной дружины. Цели остаются прежними в рамках взаимодействия с данной организацией. Защита жизни, здоровья, законных интересов граждан. Вероника Чеплюева говорит, что сейчас, после года работы в дружине, она уже с лёгкостью подмечает разные нюансы. Подозрительный взгляд прохожего или излишняя суетливость и нервозность при встрече с полицейскими – это повод получше приглядеться к человеку. При этом уже на своём первом дежурстве девушка участвовала в задержании настоящего преступника. Когда мы приезжали, мы заметили двух людей. Один наклонился к другому. У них была бутылочка, и, получается, в руках держали свёрток. Мы заметили и решили к ним подъехать. Один испугался, убежал. Второй не успел убежать. Приехав, мы начали обыск данного человека. Он сопротивлялся, но при сопротивлении у него выпал свёрток травки. Мусор на улицах, рисунки на стенах домов, сломанные заборчики в парках чаще нарушают общественный порядок всё же взрослые. Народные дружинники говорят, что подростки либо копируют поведение старших, либо подвержены влиянию моды. А с этим бороться можно. Посмотрите, ребята, делаю первое и последнее предупреждение. В следующий раз, ввиду таких пакостей, будет сообщено в инспекцию и вашим родителям. Если бы не то самое занятие по ОБЖ, как говорит сама Вероника Чеплюёва, её жизнь могла бы сложиться иначе. В планах у девушки пройти аттестацию и стать полноправным сотрудником полиции. Даже несмотря на то, что сейчас к дружинникам у горожан отношение двоякое. Есть люди, которым это важно, чтобы был порядок в нашем городе, в стране, так как не в нашем только городе проходит дежурство. Есть люди, которые говорят, что мы идём против народа, что нарушителей начинаем ловить, что это им не нравится, что их наказывают. Зарплату дружинники не получают, однако раз в квартал лучших из них поощряют. Раз в год проводится конкурс, по итогам которого также предусмотрена денежная премия – 15 тысяч рублей. Сейчас на Укограде порядка 30 дружинников. В ряды добровольцев может вступить практически каждый. До 1 июля продлён временный порядок установления и подтверждения инвалидности. Бичанам, у которых срок переосвидетельствования установлен до этой даты, инвалидность продлят автоматически. Как пояснили в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю, установление группы инвалидности категории «ребёнок-инвалид» или установление процентов утраты профессиональной трудоспособности осуществляется путём продления на 6 месяцев. Если гражданин обращается по данным вопросам впервые, то решение принимается заочно, то есть без личного присутствия гражданина на основании документов, выданных медицинскими организациями. Все необходимые справки, а также индивидуальная программа реабилитации или абилитации направляются гражданам заказным почтовым отправлением. Кроме того, упрощена процедура оформления направления на медико-социальную экспертизу впервые. Теперь дополнительные медицинские обследования не требуются, если таковые пройдены в течение года. А теперь расскажу о ковид-статистике. За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 2799 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Барнауле 750, в Бийске 89. По состоянию на 28 февраля на лечении в инфекционных госпиталях региона с диагнозом COVID-19 находится 2712 человек. Кроме этого, 228 пациентов с диагнозом вирусная пневмония. Количество тяжелобольных 558. Из них подключено к аппаратам ИВЛ 190 пациентов. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки выздоровели 3940 человек. Умерли 24 человека все от коронавирусной инфекции. Мы продолжаем. И вот о чем расскажем дальше. Мини-олимпийские игры провели в Бийске. И кто победил в соревнованиях по биатлону? Любители скорости и опасных виражей. Как прошли бийские соревнования по ралли-спринту Snow Race? Скидки до 50% на куртки и пуховики. МЧС России предупреждает. Не оставляйте детей без присмотра. Безопасность начинается с тебя. МЧС России. В Бийской первой школе провели собственные мини-олимпийские игры. Участники соревновались в одной дисциплине – биатлоне. При этом за первое место боролись команды школьников, педагогов и родителей. Спортивно-патриотическое мероприятие «Школьный биатлон» в первой школе Наукограда проводят уже второй год подряд. На мини-олимпийских играх не только устроили торжественные церемонии открытия и закрытия, и подготовили медали различного достоинства для победителей, но и записали видеообращения для пара олимпийцев, которые сейчас борются за победу в Пекине. При этом, если в 2021 году участие в мероприятии принимали только мужчины, то в этом году команды были уже смешанные. От школьников, а участвовать могли ребята от 5 до 11 классов, представили две команды. Однако победил опыт. Первое место у педагогов образовательного учреждения. Желающих проявить себя в биатлоне было рекордное количество, однако, исходя из снаряжения, сформировали 4 команды по 4 человека в каждой. Добавим, что для зрителей, а их собралось порядка 200 человек, приготовили гречневую кашу с тушенкой, а также поили всех горячим чаем, чтобы горожане не замерзли во время соревнований. Как пояснила Ольга Киреева, директор первой школы, в учреждении активно развивают военное направление. Школьники уже представляют БИИСК на краевом этапе Всероссийской олимпиады по УБЖ и занимают там призовые места. А из-за популярности мероприятия решено не только приобрести дополнительное снаряжение для стрельбы по мишеням, чтобы в следующем году увеличить число участников, но и купить в школу электронный тир для тренировок. А теперь к новостям спорта. Шаг к здоровью. БИИСК КЛУБ СКОНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ реализует губернаторский грант. Он направлен на пенсионеров и предпенсионеров, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Чем важен и ценен данный проект? В основном люди уже предпенсионного возраста зачастую бывают одинокие. И оказать им помощь в рамках реабилитации становится более труднее, потому что люди действительно не защищены. И основная и главная цель данного проекта – объединить данных людей в одну единую целевую программу именно по реабилитации. Не медикаментозным способом, а здоровьесберегающими технологиями. Проект действует уже три месяца. Его реализация продлится до лета. На первом этапе участники прошли медицинское профилактическое обследование и заполнили анкету постковидного синдрома. В ней они рассказали об остаточных явлениях коронавируса. Далее приступили к основной части. Она предполагает занятия, в основе которых заложены здоровьесберегающие технологии. А это дыхательная гимнастика, акваэробика с элементами гимнастики, занятия лечебно-физической культурой и непосредственно северная ходьба. Сегодня этот проект очень актуален, ведь люди старшего поколения – самая незащищенная категория населения. Кроме того, в рамках проекта организовано сетевое взаимодействие с медицинскими организациями, а также с образовательными и спортивными учреждениями. Для занятий созданы все необходимые условия. Вот эта вот программа комплексного оздоровления очень хорошо сказывается на переболевших. У людей появляется энергия, чувство удовлетворенности жизнью, которую они потеряли во время заболевания и во время вот этих ограничений, которые все время уже второй год нас напрягают. Очень приветливые, прекрасные люди, волонтеры, очень внимательные. Наш руководитель Лариса Витальевна всегда улыбчивая, всегда энергичная, просто, ну, заряжает своей вот этой энергией. С нетерпением ждешь вот эти три раза в неделю, чтобы прийти, пообщаться, зарядиться вот этим настроением. Промчались с ветерком. В Бийске прошел финальный этап открытого городского чемпионата по ралли-спринту Snow Race. Такого рода соревнования проводят для любителей скорости и экстремального вождения. В скоростных заездах участие приняли порядка 30 человек. Помимо бейчан на старт выехали водители из Бийского района, Барнаула и Новосибирска. Гонщики выступали в трех классах – передний, задний и полный привод. Как отмечают организаторы, соревнования проводятся на протяжении почти 10 лет. Помимо заядлых любителей скорости, каждый раз подтягиваются и новички, что подчеркивает важность таких мероприятий. Отметим, что в скорости соревновались владельцы иномарок и русского автопрома. По итогам ралли-спринта победителями каждой в своем классе автомобилей стали бейчанин Алексей Белик на Toyota Camry, бейчанин Илья Манаев на ВАЗ-2107, а также равных не было гонщику из Новосибирска Антону Кашкареву. Он выступал на Subaru Impreza. А теперь пришло время рассказать о погоде на завтра. 1 марта в Бийске будет переменная облачность, ветер слабый, преимущественно юго-западного направления. Атмосферное давление до вечера будет высоким, далее оно придет в норму. Влажность воздуха утром и поздним вечером тоже будет повышенной. Магнитное поле Земли спокойное. Ночью минус 11, минус 13, днем теплее минус 5, минус 7. И это все новости на сегодня. Напоминаю, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях группы «Бийск мой город» на ютубе, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» «Биорг.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова